вообще-то я с тобой согласен мулютация это да это точно а еще эти же ленивые люди пользуются туалетами бумагой шампунями а это вообще-то мы бессонтные люди да никто слух ну ты я так понял чешешься а вот ты уже почесался и я ведь исчисался я тебе скажу а может просто не надо помыться ты думаешь еще же лето и что нет у него 15 октября как у военных переход на летнюю и на зимнюю фуру прошла прошла зима не как это говорит прошла зима а прошла зима пора и в баню не это спасибо пара и в бане как быстро годик пролетел прошла зима пора и вводик полетел да лучше я перешел на стему озвучивание каждой стране такой нет такая дорогая хорошо замечательно так ну шо мы приступаем приступаем здравствуйте друзья в эфире канал new rush world и в рубрике два полковника и лейтенант пиджак с вами капитан первого ранга вмс сша гарри юрий табах привет юр да я желаю всем полковник вооруженных сил россии александр глушенко приветствую здравствуйте товарищи старший лейтенант пиджак из ненавистного израиля юрий гимельфард итак друзья мы начинаем но я напоминаю что мы не просто два полковника и пиджак а тайное общество полковников и лейтенантов в оппозиции мировое правительство топило и мы всегда обсуждаем очень важные вопросы и самый важный вопрос это то что теперь в россии название шампанское разрешат применять только в отношении российского шампанского произведенного на территории россии а производителей шампанских вин из французского региона шампан заставят переименовать их продукцию в игристое вино дабы не быть голословным дорогие друзья вот пожалуйста мой хэмси приостановил поставки шампанского в россии из закона также нельзя будет производить дом перед ним вдова клика и так далее и тому подобное это поправки в закон о регулировании алкогольной продукции который был подписан владимиром владимировичем путиным так что чем и теперь делать то будем как вы считаете господа ничего я вот вот можно я вот первый прям начну меня тема так цепанула я честно говорю вот о чем речь-то вести про этот компот который там французы там где-то гонят там у себя там на какие-то винограде ну вот это настоящий вот это настоящий полконе пить этот шмурдяк если водка есть ну конечно есть коньяк есть водка есть виски ну какие-то приличные напитки и их симфону добавляешь и будет газированная водка газированный коньяк газированный боярышник и вот это и будет называться шампанское юра ты не поверишь вспоминай что было в советское время была сейчас сейчас я тебе напомню я правда это дело не пил но меня один раз угостил мой одноклассник родился так хорошо да после после окончания школы мы там надолго разбежались лет через пять уже закончив я закончил военное училище он закончил медицинский институт лет через пять-семь его встретились да значит чё он делал ну я-то ладно офицер был получал хоть какие-то худо-бедно деньги тогда лейтенант получал где-то 250-300 рублей что ли себе худо-бедно папа профессор получал 120 по моему обыкновенный врач который просто лечил людей получал там 80 рублей ну да нет а он закончил медицинский простым врачом значит мы случайно сталкиваемся на улице я приехал в отпуск на свою историческую родину служил уже не помню где там меня помотало по этой прекрасной стране если вы сейчас вспомните в советское время было такое популярное вино яблочное 117 шафран потому что он стоил 1 рубль 17 копеек рубль 17 копеек стоила бутылка этого шафрана братцы простите не помню ты маленьким уехал с прекрасной страны маленьким уехал совсем даже нажраться ни разу чё 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 вот мой друг одноклассник у него был сифон на самом деле вот сифон такой вот знаете да такая фигня такая типа типа большой бутылки в нее ввинчивался баллончик такой и надо было потом нажимать на такую клавишу и из нее он изготавливал из шафрана а шафран был я его вот один раз пил в жизни его еще называлось плодово выгодно его называли самая дешевая самая дешевая рубль 17 мы случайно столкнулись на улицу он меня приглашает к себе домой заходим он берет сифон наливает в обычную фарфоровую кружку там керамическую наливает говорит на попей прекрасный лимонад я чувствую на вкус что прекрасный лимонад оказывается он по рубль 17 брал шафран вот это вот вино вот это яблочное плодово выгодное как его называли газировал вот этим баллончиком и значит таким образом угощал гостей товарищей всех друзей кто к нему приходил и самое интересное что в газированном виде это дрянь бьет по башке гораздо лучше чем в газированном конечно всегда газированном смотрите если серьезно говорить ребята я они же они правы ну вот прав вот когда владимир владимирович прав он прав потому что вы потому что он же ну дает русский мир и советский союз он же пытается всех собрать обратно а что это такое шампанское шампанское где где это шампань кто это знает вообще кто это видел где-нибудь это я вообще не знал что такая есть что это названо в честь какой-то территории маленькой где-то во франции а он же советское шампанское шампанское там такое советское шампанское вот я его помню мне один раз даже бутылку подарили с ней с пробкой с этой с пластмассовой пробкой такой там она была пластмассовая пробка что если по лбу долбанет убьют точно если если вот эти французы которых череп тонкие у них там это с пробкой из пробки сделано из этой если даст башку то не убьет она тебя здесь на повалку будет это вот это шампанское ударит и говоришь ударила в голову вот это добила в голову шампанское ну много-много чего там вот сейчас вспоминается мне анекдот когда интеллигент пригласил деревенскую девушку колхозницу в ресторан она хочет показать себя тоже такая он заказывает шампанское она и той шампанское я так люблю шампанское она хочет показать что она тоже нет я люблю такой аромат такой букет такой букет и бульки дал очень люблю шампанское а вот тут я пердил у меня еще есть военный рассказ про шампанское когда я служил в оон у нас начальником помня помощник был он был на разведке в развед роке там был такой капитан тибол он был француз очень хороший человек был десантник французский десантник большой десантный значок но это почти что я говорю что он будет земле кинул как якорь и конечно нас приглашают 2 августа на день десантник русские ребята кстати хорошие пацаны были и командир был полковник алкоголик конченной а вот все остальные нормальные это было очень так я понимал нас купим сложно с ним служить под его командование вот но неважно ну и день десантник они там уха показывает все такое и бьют бутылки об голову и бутылки бьются ну нас приглашают вечером после всего это на стол накрыли ребята десантники и они пригласили всех нам ребята зон которые были десантниками тоже все кто десантники он начнет ибо идет чего нажрался конечно француз не шампанским а чачий начался до жабр скотина ну а что принести с собой он принес собой бутылку французского шампанского то ли дом перри он что-то такое нормальный советский человек не понимает что это за напиток все это за шмурдяк такой когда чача есть вот но он выпили там это и ну конечно кибо ушел в осадок ушел в осадок потом открыл глаза закричал я бутылку шампанский как даст себе и отключился на следующий день он дело от разведки деформированная я очень хороший разведчик я теперь знаю размер сапога командира десантного батальона расстегивает так рубашку и вот такой отпечаток сапога ему кто-то видать забубенье чтобы вырубить потому что он французский десантник нажрался и разошелся особенно после того как себе дать по колпаку бутылкой от шампанского забубенье ты упомянул что владимир владимирович совершенно прав подписав этот указ у запрете название советская шампа да 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 ты сейчас шарин не подожди постой секундочку я тут добавлю это вот он сейчас рассказывал про военных всяких французских нерусских и всяких а ты должен учесть и если в этом указе пункт о том как использовать бутылки из под шампанского в органах полиции у нас же это добрая тратить их орган полиции ну полиция мвд вот это все у нас вместе называют даже милиция полиция уже это совершенно другое другой традиции колорит национальный он переходит вот и поэтому допустим вставление бутылки из под шампанского а как теперь делом называть а я тебе сейчас скажу как вот я рассказал что владимир владимирович прав тогда в россии я вот считаю мы обязаны сделать подарок россиянам и предложить бренд бренд это будет называться вдова путина вот есть вдова кликом а это будет вдова путина произведено в россии шампанское российское брюд вдова путина если у него жены нету мелко мелко смотрите на офицеры мелко смотрите ширше надо смотреть на это шире 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 перед 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 переду надо спереду все это если хотите шампанское шампанское называется из-за территории где она находится правильно если это запрещено теперь во франции и разрешено теперь в россии то кому принадлежит эта территория логично то есть теперь получается шампань наш все верно припишите вернул вернул потому что это исконно русская территория значит там это я святая русь там было я уважаю что жанна дарк была русской это только пьяная баба кстати кстати о бане говорят она никогда доспехи не снимала и никогда не мылась вот именно поэтому она и была девственницей девственницы было да я конечно я должен как вот эту кольчугу порвешь своим причинным местом ну это то тут это однозначно я я думаю я не знаю может быть молодые годы бы и порвал бы но подойти к этому штыньку было сложно это да я думаю что я думаю что британцы и бежали отступали потому что ну они уже подходят одну подмышку приподняла и целый полк упал и вот тебе шампань кстати кстати о побеге британцев вы не я считаю что если шампань присоединят к россии а что это будет честно потому что это исконно русская зерна и владимир владимирович это показывает уже прям что это надо присоединять то че надо справлять вы меня господа офицеры не поздравляю кстати мы тебя поздравляем сегодняшний день независимости америки мы тебя поздравляем пока 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 потому что я уже чувствую что скоро техас но про ляску я не буду даже говорить он скоро техас вирджиния майами это тоже уже но майами точно русские потому что там говорят пока по-русски я кстати я кстати вижу даже чувствую что скоро присоединится и 4 июля будем справлять все вместе это логично но поскольку ты сейчас находишься в украине у меня тебя вопрос слышал ли ты плач вселенский плач во время прекрасной украинской ночи ты его слышал земли зеленский по нет вообще все украинцы должны плакать я сейчас объясню почему мстя владимира владимировича была страшна теперь в российской федерации запрещено запрещен определенный список украинских товаров это сахар макароны майонез кетчуп ячмень продукты из мяса и консервы из него минеральная и газированная вода с добавками мороженое мюсли и попкорн а также пальмовое масло запрещено из украины ракообразные и моллюски то есть теперь все как говорится кирдыка украине то есть ничего подобного слушай исконно украинские товары мюсли кетчуп попкорн да я даже себе не могу представить что это такое ракообразные омары чтоб тебе понятно было омары украинские омары а я а я а я уж подумал вы про это не приводятся в припяти там омаров целая куча водятся и их запретили смотрите это опять это такой визуальный обман какой самый главный продукт украины нету не запретить запретить как ляцкое сало это самоубийство вообще для любого убийства я думаю что это будет бунт это уже будет как все равно это все равно что запретить вам не шампанское все равно что запретить водку да да шампанское разрешили а сало запретили вот это будет переворот это будет вот это будет второе это второй горбачевский бунт да это однозначно то есть теперь вот главное что сало не трону сало пока не тронули но я подчеркиваю а что будет дальше а кто его знает что творят мало ли что мы еще натворим вот а потом начнется наступление на родной язык потом на какую-то родную культуру на там все остальное запретят например ходить в косоворотке вышитой например потому что вышиванка это страшная вещь сейчас в россии вышиванка это оружие да однозначно это не только это я один раз надел эти спортивные тренировочные брюки голубого цвета и желтую майку и было это это было ну это предательство самый разгар самый разгар разгар конфликта был с твоей фамилией страшное дело и я иду так по городу мне чуть морду не набили просто ну чуть не считается они гуманно с тобой хорошо я быстро бегаю я футболист я спортсмен я стараюсь заниматься поддерживать физическую форму я как думал быстрее троллейбус слушай если ты попал в окружение быстро бегать не поможет понимаешь но я тебе хочу сказать это конечно оскорбление это конечно ну это я бы приравнивал это если бы мы с гемельфаровым прошли бы по ростову с израильским флагом не размахивали бы обрезаниями это тоже самое одеться в желто-блокитные цвета глущенко и и ходит он все спокойно по улице это оскорбление унижение у вас что такие большие обрезания что не можно размахивать ну а ты как думал ну я не знаю размахивать не размахивать но шатать можно это как в том анекдоте когда женщина приходит в мясной магазин колбасную в колбасный отдел там говорит взвесьте мне пожалуйста обрезочков немножко обрезочков продавщица такая стоит такая подбоченилась в позе сахарницы знаешь и говорит обрезки это у вас в синагоге у нас здесь мелкие фрагменты никогда нельзя заказывать кальмары возле синагоги тоже не рекомендую ну это да кальмары почему они без чашки нет в ресторане не надо заказывать кальмары значит кольца кальмаров возле синагоги вот эти а ну да он такой трубчатый если он нарезанный но это мне другой одесский анекдот напоминает как мужик приехал в одессу у него сломались часы он идет ну видит нет нигде часовой мастерской там и вдруг видит дверь такая и на дне висят часы он туда заходит ничего понять не может там благообразные раввины ведут очень умные разговоры он говорит а вы не могли бы мне часы отремонтировать они ему говорят простите мы не ремонтируем часы а что вы делаете мы делаем обрезание да простите но почему вы повесили над входом часы простите чтобы вы хотели чтобы мы там повесили да но говоря о скрепах тут дело вообще серьезно и владимир владимирович о скрепах это да они в том месте обрезание это да 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 владимир владимирович он этим озаботился в частности он в ню 3 июля подписал новую версию указа стратегии национальной безопасности россии то есть теперь какие главные угрозы для россии это деятельность транснациональных корпораций в интернете вестернизация культуры навязывать чего вестернизация культуры навязывание народу чуждых моральных ценностей и разрушение русского языка нецензурной бранью в сми и публичных исполнениях то есть теперь материться это не кошерно по мнению владимир владимирович я не знаю я как солдат говорю а как тогда в атаку ну вот тоже мне это тоже непонятно а как за родину за сталина и у меня не получится я что-нибудь другое буду высказывать кстати мой дед он про войну не говорил никогда но один раз он мне сказал что это брехня никто не кричал за родину за сталин ну да там даже и даже и даже замполит который бежал впереди подавая личный пример все равно матерился я но я не говорю что где нет но это 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 подрывная деятельность это это не я не верю что владимир владимирович такой мог такой указ создать это цирушники наши придумали потому что это опять же будет полный развал страны вот смотри как без техник будет чинить там блин систему раковину систему да или как крышу будет чинить ну да без мата как они это как механик машину будет как крышу на доме будут чинить люди без мата вся работа остановится это полная диверсия это примерно как бензин для автомобиля без этого не может ручь невозможно это невозможно мастер этому ученику будет объяснять как точить деталь а я тебе больше скажу вот например ты хорошо вот а я скажу про наше тайное общество как нам комментировать без обсценной лексики слова министра иностранных дел лаврова о том что оказывается в вашей загнивающей америки учат что христос был бисексуалом вот как это комментировать без мата христос был бисексуалом да министр иностранных дел написал статью о том что вот в странах там запад в частности в западной европе в антанте в НАТО и в Америке в учебниках по истории пишут по истории чего я не понял потому что история религий это отдельный предмет его в школе не изучают ни в одной стране я специально начал искать источники а вот я специально об этом вчера передачу целую снял можно сказать кто сказал что где в западной европе и в Америке говорили что христос нет то что он был янаю это уже все это это уже достаточно уже уже можно и пидорасом не называть может он перепутал с кем он мог христос нет ну вот смотри у нас был такой случай когда я служил посольстве кто-то я где-то это это правда я где-то слышал что вот иуда он был его любовником и как бы вот ему отомстить что-то там у них ревность какая-то была вот он его и слил сдал ну часто любовницы так поступают стуканул ему другому любовнику ну да что-то они там ну да что-то у них там был какой-то треугольник что-то не сработало и какая-то из них закатила истерику и бедного иисуса сдали но случай такой был у нас сбыл потому что когда я служил в посольстве в Москве в девяносто в девяносто в девяносто четвертом году мой хороший друг он был консулом и вечером как-то мы с ним собирались куда-то идти я спускалась спускаюсь в консульский отдел его ждать и я говорю он кстати у меня служил сержантом до этого потом перешел на службу в госдек вот сейчас он зампосла вырос в званиях чудак да он хорошо говорил по-русски самым мексиканец мексиканских и я значит спускаюсь и он мне говорит иди сюда я тебе сейчас что-то хочу показать он берет интервью у людей которые хотят уехать из из России в Америку значит сидит мужик женщина двое детей и бабушка и он нам говорит послушай он их спрашивает еще раз давайте вот пройдемся у вас значит вы говорите что вы гомосексуалисты мужик говорит да мы гомосексуалисты вы гомосексуалисты жена гомосексуалисты а бабушка и бабушка гомосексуалист все гомосексуалисты и нас репрессии здесь из-за этого он говорит это нехорошо он говорит конечно это нехорошо он говорит может вы имеете ввиду вы пятидесятники он говорит о то есть пятидесятники что ты думаешь ну он им дал визу как беженцам пятидесятникам гомосексуалисты поэтому я поэтому я не 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 в пятидесятнической какой-то школе учат что Иисус Христос был бисексуалом я тоже это без маток не в состоянии даже не вопрос хоть православный вопрос в другом я когда следя за а в публичных а в публичных школах у нас религию не учат да только только в частных школах религиозных да ну я вспоминаю книжку про Тома Сойера я учился в еврейской я закончил еврейскую школу и что ну ничего вот евреем остался ни хрена не изменилась там понимаешь общий лейтмотив этой статьи которую написал речь идет о чем о любви к родине он призывает любить родину мать его лавров лавров без мата любить родину без мата любить родину говорит что Европа и Америка дожились до того это маразм полнейший что их толерантность их всепрощение понимание людей ну вот это вот де идеологизация так называемая она до такого уровня дошла что они способны признать вот эту всеобщую толерантность и готовы признать Иисуса Христа этим беда бисексуалом бисексуалом да нетрадиционно кстати я до того как прочитал статью я прошел почти на шестом десятке лет узнал что-то такое бисексуал честное слово пришлось читать в интернете не знал а я а я думал бисексуал это тот который трахается с мальчиками и с мужчинами а вот так вот нет там разница ты сузил зону толерантности я думаю что это те которым нравятся и мальчики и мальчики и называются слушай ну а мне опять мне сейчас страйк дадут потому что вы называете их такими именами причем вы называете а страйки дают мне не ну подожди термин научный да вот про пидорасов я знал про бисексуалов ничего не знал а теперь вот я тебе хочу сказать товарищ полковник что вам чаще надо было выходить из казармы когда бы вы были более освещены вообще как люди живут в этом мире вот я тебе говорю я тоже все время думал что бисексуал это те которым нравятся мужчины и мальчики а вы говорите что нравятся мужчины и женщины вообще мне в голову не приходилось что им женщины нравятся я из казармы выходил и когда я выходил из казармы людям 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 надо было быть я из казармы выходил только в окопы а из окопов возвращался в казарму по-другому не получалось и веселая жизнь у нас с тобой была веселая колоритная это точно все что надо все что сказать я с лавровым согласен в этом отношении потому что у нас уже по-моему и в израиле тоже перегнули палку с этим совсем когда я начал читать в интернете и в энциклопедии про бисексуализм и пидерастию я там прочитал что у вас даже в армию призывают таких людей у нас не призывает не сами у меня отслужили они нормальные хорошие воины были такие служаки я знал двоих не пофигу было что они делают там у себя дома со своей жопой а вот служили они а служили они хорошо они такие были они старались они умные были и старались сильный они правда не агрессивные агрессии в них нет ну да но может но ему это не нравится какой же он солдат но это делает гуманно плачет во время с пониманием с пониманием тренировать тренировать любого можно делать женщин самые женщины знаешь какие они мстительные жуть они хуже мужиков это нашли почему в советском союзе тоже во время войны самые лучшие снайпера были женщины и мужчины они хладнокровные у них есть терпение они у них терпение выдержка выдержка у них есть да намного лучше чем у мужчин мужчины дрыгаются постоянно что время чешется где-то а женщины они не хладнокровные да и если у них враг как это враг они у них рука не дрогнет это да особенно мужика завалить я так тревожно сплю по ночам все время просыпаюсь смотрю направо смотрю там случайно рука не потянулась за ножом у нас был этот случай когда морпеху она во время ночи ночи отрезала посела в машину а самое интересное что полицейские нашли ему пришли обратно потом порно звездой стал он был морпехом этот парень а у меня был случай когда жена у меня был морпех парень сержант ему жена у тебя у тебя был парень но я не служил он у меня родину любить ваша продина тебя не любила понимаешь вроде можно такому жена ночью супер глупо приклеила член к животу зачем а утром а утром у него это реакция и писать хочет а он у него приклеить живот а ну она его приревновала там кому-то где-то он спалился и она очень супер гуда пришлось там это в госпитале вот так что отрезали член или живот они там это же эпидермис это же только верхняя часть ну козы это только верхняя часть козы такие умные слова офицерами не говори никогда но это все таки я же начинал в медицинских войсках так что у меня есть ну конечно но я согласен с тобой в том что об этом кстати еще много лет назад написал игорь губерман ушли фашизм и коммунизм зло вышло в новую как конкретность но сгубит мир не терроризм а блядская политкорректность у нас она она нас она нас уже блин так я я душа душа когда ушел ушел в отставку из войск уже было лет там 13 14 назад пришел устраиваться на работу в политехнический институт преподавать то есть преподавать менеджмент захожу в отдел кадров а там бабенка сидит туповатая немножко я его довел до инфаркта захожу заполнять анкету я беру анкету начинаю пункты читать так профессия специальность я на нее смотрю так я забыл как звали ну неважно я познакомился сразу я профессиональный убийца потомственный я подчеркиваю девушка я подчеркиваю потомственный хладнокровный профессиональный убийца и лысину так погладил у нее сначала слезы пошли потом она полезла под стол а мы в кабинете вдвоем ты понимаешь есть стало страшно лысый здоровый мужик просто не перепутайте а убийца вылезайте из-под стола я сейчас буду я эту самую авторучку в глаз втыкать чтобы убить ее допустим к примеру да или там отрывать ей уши там нос там еще что-то да 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 потом отошла немножко а можно диплом ваш посмотреть убить я ей даю два диплома даю она читает офицер мотострелковых войск в дипломе написано ну тут же не написано что вы убийца я говорю а вы переведите на русский язык что это такое а вообще-то говорит да я говорю всю жизнь я убивал учил убивать это моя профессия да переведите пожалуйста да там вообще написано специалист в области военного управления то есть убийца высшей квалификации организатор нас убийца в бишкеке учился в академии имени бишкека ну академия фрунзе переименовали город бишкек как теперь должна называться академия академия бишкека мне мне академия фрунзе очень родная я провел немного времени в начале девяностых я в академии фрунзе был постоянно почти каждого там где у нас танк стоит на крыше помнишь да танк не помню на крыше но помню как офицеры жили в этих комнатах моего шайбе шайбе или где или пдп2 ну вот рядом фрунзе академии рядом общежитие есть шайба а есть двенадцатиэтажная двенадцатиэтажная называется проезд девичьего поля дом 2 а напротив стоит бюст фрунзе офицерам хочется выпить а возле бюста стоят две лавочки после лекций после там семинаров занятий выходят садятся на эту лавочку и выпивают мы за бишкека сейчас выпиваем да это я помню я был в шоке когда я видел как они живут а потом они мне сказали это блатные в этой общежитии только блатные живут я понял там все были дети генералов да 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 а не блатные жили вообще на капотнике хрен знает где да не на электричество на электричество на троллевость на электричке надо было да там я тоже был в этом вообще на меня приглашали эти ребята но для меня это было конечно шоком что майоры в академии так живут у нас это так офицеры не живут у нас даже так сержанты не живут солдаты у нас даже казармы такие вы все избалованы и избалованы ужасно зажравшиеся а вдруг война а вдруг война а вы не готовы а зато мы не устали спать на земле там это самое под кроватью там еще где-то нет мы это можем но дети зачем детей так же воспитывать и жён чтобы они спали с тобой это все крылья зачем что в тренаже а мы не готовы брать детей и жён на войну они же испортят всю войну мы сами сам подумать это тоже своего рода как такое что то там есть в этом но жена и дети они они испортят эту всю эту атмосферу да ну естественно потому что лучше без жены без детей лучше нормальная секретарь нормальная война идет тебе нормально или санинструктор чтобы была под руками но это не я сказал это я сказал я сам проверял вот сейчас сейчас меня полетит тапок я я вот она сидит тут специально с этим тапком это когда я начал про сам инструктор рассказывать она любит посмотреть как мы снимаем эту передачу а так уже снял снял с ноги и вот сейчас полетит в меня ты видишь что значит у тебя гуманная жена настоящая настоящая военная жена тапок она русская была бы еврейская жена как у меня так летела бы не тапа сковородкой сразу по башке так с размаха с откипием но даю себе рекомендацию у тебя сейчас будет и медсестра сейчас у тебя будет и докторша у тебя будет и клизма у тебя будет и через трубочку все сосать будешь все у тебя теперь будет договорился блин воин я тогда тебе рассказывал моя жена моя жена говорит она быстро трансформации сделает из морского котика в еврейского ныпика это как в анекдоте получается еврейка приходит домой и наблюдает как ее муж изя лежит в постели с соседкой сарой она так руками сплеснул грит изя только не надо но вот сейчас опять начнутся эти упреки и глупые подозрения ты кому веришь мне своему лыжу или своим бескресим глазам да это не я ясно ребят спасибо огромнейшее за интереснейшую беседу друзья я напоминаю с вами были капитан первого ранга в мс сша гарри юрий табов всем свободы и независимости на 4 июля полковник вооруженных сил россии александр глущенко один сын воина и старший лейтенант пиджак юрий генельфорд но я как всегда напоминаю выводы делать только вам подписывайтесь на канал не рашворд и до встречи через неделю пока пока пока